здравствуйте сегодня расскажу вам как собрать здравствуйте сегодня я покажу вам небольшой мастер-класс как сделать бамбуковую пушку с деревянным лафетом под старину этот мастер-класс я давно обещал сделать для своего племянника для которого эта пушка собственно говоря и делается и хочу рассказать в подробностях как ее изготовить ствол пушки я изготовил из бамбука для этого я использовал бамбуковую удочку которая валялась у меня в гараже без дела отпилив заготовочку по сегментам я получил вот такой бамбуковый ствол здесь у меня есть изготовленная казенная часть куда собственно говоря будет помещаться заряд перегородку бамбуковую я рассверлил при помощи дрели я люблю делать лафеты под старину ну и сегодня я покажу как собирается лафет изготавливается для пушки крепостной которые защищали крепостной стены или башни после того как я изготовил ствол при помощи искусственно состаренных веревок я делаю такую небольшую намотку с помощью этой веревки или как в старину с помощью каната укреплялась казенная часть чтобы во время выстрела давление параховых газов просто-напросто не разорвало деревянный ствол но опять таки не поранило пушкарей в моем случае это обезопасит игрушку от расщепления и полета небезопасных бамбуковых осколков изготовление лафета мне понадобятся веревочки проволочки но собственно говоря доска от ящика из которой будет все выпиливать я поначалу сделал конечно чертеж вот рисуночек на доске потом при помощи ножовки вырезал заготовки заготовки выглядели примерно вот так из которого будет состоять наш лафет для того чтобы лафет выглядел более правдоподобным я на лицевых частях сделал пропилы эти пропилы изображают брусья деревянные из которых собственно говоря собран лафет как в старину то есть массивное бревно или доска у основания и набор небольших брусьев которые удерживают ствол в нужном положении кроме этого мне конечно понадобится станин на который будут закреплены эти части лафета небольшой ложемент для ствола также выпилены из доски вот в нем проточены с помощью напильника небольшие борозды упор изображающий два бруса дерева соединенные вместе но опять-таки какая крепостная пушка без катков как видите здесь у меня деревянные катки вот с помощью которых эту пушку можно перемещать вперед и назад во время выстрела но это для настоящей пушки касается катки я изготовил из ветки дерево это у меня клён я отрезал небольшую часть точить мне круглую форму не пришлось получился вот такой вот хороший каточек чтобы посадить его на ось я засверлил небольшое отверстие в качестве оси использовал вот такие гвозди чтобы все выглядело более правдоподобно я использовал медные кольца которые изготовил самостоятельно с помощью пассатиж и сделал такое вот крепление колечки у меня с обеих сторон чтоб колесо не терлось от части лафета а с этой стороны чтобы колесо не спадало вот оно у меня легко вращается очень простая конструкция выглядит она очень симпатично теперь собственно приступим к сборке лафета ствол у нас уже есть обмотки на ствол я сделаю в дальнейшем так чтобы они более красиво смотрелись на частях орудия теперь давайте приступим к сборке лафета как я уже говорил небольшие проволочки заменят нам петли на лафете медную проволоку я использовал для изготовления колец на оси катков ну а в качестве осей для катков были использованы вот такие гвозди и собираем все вместе располагаем части нашего лафета так как им положено стоять станину ложемент и боковины лафета и упор для ствола вот собственно говоря наша заготовка выглядит уже вот так вот симпатично теперь соединяем станину и боковины лафета с помощью осей наших катков они же будут выполнять функции крепежа чтобы монтаж был более легким я заранее просверлил просверлил отверстия вот так вот так теперь мои каточки легко монтируются к лафету орудия можно было конечно просто прибить это молотком но это не так эстетично и не так красиво впоследствии не забываем про медные колечки на катках катки тогда будут более свободно крутиться да и выглядеть такой крепеж будет более красивым и делаем и и и и и и и и и вот и практически готов вот так будет на нем располагаться ствол вот такая симпатичная пушка у нас практически уже готова но как же без украшений обычное крепостное орудие как правило удерживается канатами оттягивается от бойниц и эти канаты надо куда-то привязывать я использовал вот такие крепочки засверлил небольшие отверстия сделал вот такие симпатичные книфты для привязывания канатов кроме этого я использовал медные полоски для того чтобы имитировать металлические полосы стягивающие конструкцию самого нашего лафета ведь я изобразил с помощью борозд бревнышки из которых собран лафет чтобы они не рассыпались их надо закреплять чтобы все это выглядело эстетично применил вот такие медные полосы немного ржавыми гвоздями так оно красивее я полосы закрепляю на нашем лафете так лафет становится более солидным выглядит уже как настоящее старинное сооружение которое по праву может быть установлено на крепостную стену для фронтального упора я использовал также медную стягивающую полу поднял в дальнейшем она позеленеет так как я буду использовать раствор искусственно состаривающий гривесину и медные полосы будут выглядеть как настоящие старинные предметы ну вот собственно говоря лафет готов сделать осталось обвязку установить ствол ну и крепежи для ствола после состаривания древесина будет выглядеть вот так посмотрите насколько это отличается нравится мне составила древесину выглядит она так как будто бы найдено во время каких-то раскопок и в дальнейшем я покажу как все это будет стрелять по-настоящему продолжим наш лафет уже готов колеса установлены медные полосы прибиты на свои места также лафет снабжен медными петлями имитирующие старину грубого исполнения и я покажу как сделать светлое дерево свежее со старинным чтобы выглядело оно как старинное немножко расскажу о стволе как сделать ствол я уже показывал теперь с помощью бечевки имитирующие канаты казенная часть ствола закреплена чтобы он не разорвало и ствол укреплен на ложементе здесь у меня засверлено отверстие чтобы ложемент мог в орудии вращаться ложемент я уже обработал морилкой также немножко доработал ствол чтобы можно было из него производить красивые выстрелы ну а сейчас мы превратим наше свежее свежеструганное дерево в старые засаленные и обугленные бревна я использую слабый раствор кислоты которая вступает в реакцию с древесиной от чего-то приобретает более темный цвет можно использовать краску сейчас продаются такие наборы с помощью которых можно искусственно состаривать любую древесину можно использовать мебельные морилки но я предпочитаю использовать раствор кислоты как видите дерево практически мгновенно становится старым вот уже обработанная часть моего лафета пропилы которые я сделал ранее я буду еще обрабатывать более темным раствором кислоты вот но смотрится такое орудие уже более эстетично как действительно настоящая древняя пушка как состаривать древесину каждый может прочитать в интернете сам мой способ не только придает цвет дереву но после того как немножко древесина древесина прореагирует с кислотой на ощупь такое дерево становится бархатистым точно таким же как бревна в срубах которые пролежали 200-300 лет и брать в руки такой лафет крайне приятно то есть ощущение старого дерево сразу возникает как только вы руками взяли такую игрушку ну собственно говоря я дальше покрашу и оставлю на солнце просушивать этот лафет в итоге после обработки лафета и сборки пушки полностью получилась вот такая деревянная модель крепостного орудия с колесами удерживающими канатами для выстрелов а эта пушка обязательно будет стрелять иначе пацанам не будет интересно сделана казенная часть заряд будет помещаться сюда и закрываться вот таким затвором затвор изготовлен тоже из дерева вот снабжен медными петлями для фиксации чтобы не потерять привязан канатами после помещения заряда казенная часть закрывается и вот таким штырем или шпоночкой фиксируется дальше можно производить выстрел поджигаем запал который находится здесь и пушка стреляет стрелять из пушки конечно можно не используя казенную часть звук от выстрела будет шикарный это вы можете послушать и посмотреть на готовом видео мы уже провели испытания на озере пушка стреляет великолепно но если мы хотим стрелять ядрами или еще чем-нибудь что будет заряжаться ствол для создания избыточного давления лучше закрывать казенную часть но при этом затвор может вылетать если заряд будет слишком сильный и обезопасит ствол от разрыва то как стреляет бамбуковая пушка а также как стреляет бамбуковая пушка первого образца который я раньше изготовил вы можете посмотреть на видеороликах по ссылочкам которые расположены ниже в описании итак моя пушка готова всего доброго пока Sudden не вы вы не